привет друзья с вами я Виталий Ерофеев и сегодня мы с вами разбираем тему желаний я предложил вам заняться таким интересным вопросом в праздничные дни как ответить а сколько у меня желаний в какую-то единицу времени минимальную и побольше на сказать свои желания записать их прямо берем просыпаемся утра и начинаем писать свои желания которые приходят в голову потом откладываем эту запись помним что она есть и продолжаем писать до тех пор пока пока не забываем про эту запись все как только забыли что у нас эта запись существует значит наши желания прекратились я делал непосредственно такую тест для себя и обнаружил что я с большим трудом записываю свои желания какая цель у нас какая цель цель у нас очень простая написать 100 желаний если вам цель удалось 100 желаний это замечательно если не удалось как вот у меня я написал 47 желаний ничего страшного это нормально главное нам прийти к следующему этапу разобрать эти эти желания условно говоря 100 желаний и что нам будем делать следующий этап у нас следующий этап это посмотреть какие желания у нас первоочередные и какие на длительную перспективу рассчитаны исполнение желаний когда мы их исполнять будем или когда они сами исполнится как мы говорим да мы очень желаем этого чтобы желание сами исполнялись так вот друзья вы смотрите свою свой список желаний и смотрите сколько желаний у вас на перри на картосрочную перспективу рассчитаны и сколько желаний на длительную перспективу и для чего это мы делаем чтобы посмотреть насколько у нас там гармонично гармоничный наш взгляд как на взгляд как бы на мир наше отношение к миру лично у меня оказалось что моих много желаний в длительную перспективу исполняется через там год два три четыре пять и так далее я с удовольствием с большим пишу о желаниях которые находятся относится к какому-то длительному времени что это обозначает для меня лично и на моем примере вот посмотрите я нашу очки как мы называем она непосредственно близоругий человек то есть я плохо вижу далеко и поэтому я ношу очки чтобы хорошо разглядеть а что там далеко вот такая же ассоциация у нас и с нашими желаниями когда вот у меня многое желание далеко далеко много желаний я хорошо вижу понимаете мой внутренний взгляд к ним не очень ясно и понятны относительно желание которое находится далеко и из этого я делаю какой вывод о том что я внутренний внутренний дальнозоркий человек то есть дальнозоркость это когда ты плохо видишь близко то есть я близкие свои желания не вижу понимаете не вижу я их возле себя близких желаний мало их у меня этих желаний близких и то же самое если у вас наоборот блин много много вы написали перевешивать вас ваш список близких желаний то вы наоборот вы близорукий человек вы все хорошо видите в рядышком близкой перспективе очень плохо видите в далекой перспективе вам не ясно вам плохо ясно что там происходит дальней далекой перспективе и все ваши желания находятся близко на расстоянии вытянутой руки близкой перспективе куда там года месяца там и так далее так вот мы этому аспекту возвращаемся к аспекту гармонии чтобы нам сделать что сделать чтобы у нас был стопроцентный результат мы говорим о стопроцентный результат возможен когда у нас имеется стопроцентное зрение для чего я ношу очки для того чтобы у меня было стопроцентное зрение так вот нам необходимо конечно такие очки для себя найти пример этих и эти очки личностного роста которые помогут нам гармонично создать наш образ нашего мира наш взгляд на мир не бояться дальних перспектив если у вас много ближних желаний найти возможность видеть ясно дальней перспективы и наоборот случае допустим со мной когда я боюсь близ близких желаний таких близких желаний боюсь я их не вижу я опасаюсь их что они могут мне разочаровать эти желания которые не исполняются или так далее не дают мне тот результат который мне хотелось вот это важный аспект пониманием самого себя для дальнейшего развития своего личностного роста для понимания что же такой результат где у нас он зарыт зарыт куда мы закопали наших желаний то есть мы много желаем много рассчитываем допустим я себе говорю рассчитываю много на дальнюю перспективу я много усилий делаю на дальнюю перспективу вкладываюсь дальнюю перспективу много желаю в дальнюю перспективу вижу ясную цель куда далеко но в то же время мало-мало вижу рядом с собой это что для меня это лично означает лично для меня означает проблему с созданием такого близкого мира вокруг себя мира комфорта мира такого благополучия близкого близких желаний которые для чего мне нужны это комфорт комфорт для чего нужен близкий комфорт такое гнездо вокруг себя создать мир свой создать сотворить такой мирок вот какая-то беседочка для чего нам нужно чтобы я мог принять желание то есть состояние покоя я не могу находиться состоянии покоя потому что все мои желание далеко это меня беспокоит что недалеко они еще будут долго не реализованы я все время нахожусь состояние напряжения, такого недовольства и так далее, то есть это большой психологический пласт и над этим надо работать, мне лично надо работать над тем, чтобы создать близкие желания, реализовывать близкие желания создать комфорт, создать состояние спокойствия такого спокойствия, комфорта реализованных близких желаний и комфорта душевного комфорта гармонии такой внутренней чтобы я мог находиться в состоянии спокойствия, отдыха, перед длительным походом, и так друзья спасибо вам за внимание, с вами был я Виталий сегодня наш был резюме по поводу понимания наших желаний